Друзья, всем привет! Всех сердечно поздравляю с наступившим 2021 годом. Искренне желаю каждому, в первую очередь, как бы это банально не звучало, здоровью. На дворе 3 января, праздники в самом разгаре. Кто-то кушает, отсыпается, кто-то выпивоха, все никак не напьется. Сегодня у нас будет праздничный выпуск, но не в честь Нового года, а в честь того, что за последний год на канале мы набрали плюс 150 тысяч акционеров. Тем самым сегодня у нас плюс 350 тысяч акционеров на канале. Именно так я называю всех тех, кто на канал подписывается. И самый частый вопрос, почему акционеры должны получать дивиденды? Друзья, я это делаю просто с уважением. Принимайте это больше как шутку, как уважение. Ни подписчики, ни подписота, акционеры, все те, кто подписан на канал. А дивиденды ваши вы получаете в виде полезных роликов на этом канале. Я регулярно снимаю подобные ролики. На канале даже есть отдельный плейлист, который называется «Обратная связь». В общем, друзья, в этом ролике хочу рассказать свою жизненную историю. Как я вообще догатился до YouTube, чем я занимался раньше. Периодически такой вопрос мелькает. И вот сейчас, когда праздничный день, зачем вас чем-то грузить, я вам хочу рассказать такую легкую, интересную жизненную историю. Вдруг она вам будет интересна, а кому-то даже и полезна. И прежде чем мы начнем, у меня есть такой легкий спонсор выпуска. Праздничный спонсор выпуска. Буквально 20 секунд о нем, и после чего мы продолжаем. Что, хочешь Би-Кью? На, держись. Держу. Купи телевизор Би-Кью со скидкой. Ссылка и промокод на скидку ждут вас в описании ролика. Ну что, перемещаемся с вами в мою студийку. А студия моя размещается, как многие из вас уже знают, в собачьей будке. Солома, специально для двух очаровательных алабаев, которые многим из вас нравятся. В общем, друзья, я делал публикацию в инстаграм канала, где порадовался тому, что мы набрали плюс 350 тысяч акционеров на канале. Где я сказал, если какие-то вопросы будут, пишите, задавайте. В целом, все вопросы, которые люди задают, я на них уже отвечал. И вы, в принципе, сами знаете, что в инстаграме я постоянно всем отвечаю. На почту электронную я отвечаю. Телефон мой в открытом доступе, периодически люди звонят. Я отвечаю. В общем, вопросов ко мне как таковых, каких-то таких сакральных нет. Соответственно, я подумал, ну как обыграть тему? Просто хочется снять обратную связь, хочется сделать выпуск. Так вот, очень часто спрашивали, как ты вообще пришел на YouTube? Зачем ты сюда пришел? Иди работай, нахрен тебе это? Какие-то ролики ходишь, снимаешь? Я вот решил вам в этом сюжете вообще в целом просто, знаете, кратенько рассказать, как у меня все это складывалось и чем я вообще занимался после того, как закончил университет и получил высшее образование. Я постараюсь рассказать все последовательно для того, чтобы у вас сложилась полная картина. Подчеркиваю еще раз, просто рассказываю невыдуманную жизненную историю. Мы сейчас находимся в городе Кашира. Переехали мы сюда в 2001 году. Ранее мой отец был военный, и мы проживали в закрытой воинской части в лесу. Переехав сюда, в 2001 году отец у меня открывает бизнес свой. Открыл свою фирму. Это была типография. Тогда на начальном уровне немножко оборудование, здание в аренду, ну помещение в частности в аренду. Потом туда подключилась мама буквально через год. И таким образом у нас появился семейный бизнес, где они работали, а я учился в школе. Когда я доучился до 11 класса, передо мной стал, ну еще в 10 классе вопрос, куда я пойду учиться. Всю жизнь я думал, что я буду кем, как вы думаете, юристом. Почему-то мне казалось то, что я буду адвокатом, буду защищать людей, рассказывать то, что он совершал преступление. Нет, он не совершал. Да вы посмотрите на него, порядочный человек, как он мог. Ну как-то так мне это казалось. Юношеский максимализм, наверное. В 10-м году мне мама приносит такую книжку с буклетами по институтам Москвы и говорит, выбирай свое будущее. Я когда начал листать, когда я увидел, какие требования для того, чтобы поступить на юриста, я понял одно, что в тот момент я не готов. У меня не было даже желания обучаться юриспруденции. Но тем не менее, в процессе изучения я увидел Московский государственный университет печати, и там открывался факультет рекламы. То есть для них на тот момент это был буквально прям совсем свежий факультет. Они туда набрали мощных преподавателей, как тогда мне об этом рассказывали. Я подумал, блин, все складывается. У родителей полиграфия плюс реклама. Здесь университет полиграфии плюс рекламный факультет. Я думаю, туда-то, собственно, и надо идти. Поступил я туда, естественно, на платный, потому что в школе я учился так себе, и при поступлении там было два экзамена. Это русский язык и литература. И как вы знаете, русский литература у меня хромает, потому что периодически я на канале неправильно говорю, неправильно пишу. В общем, ошибки допускаю. Хотя на самом деле это дело абсолютно не специально. Естественно, как и любой человек, я бы хотел выражаться всегда грамотно, чисто, красиво, но не получается. Так вот, поступил туда, обучение мое пошло. Пять лет, скажем так, пролетело незаметно. И на мой взгляд, мне кажется, что в России достаточно для высшего образования три года, максимум четыре, но не пять лет. Потому что у меня лично три года прошло прям интенсивно. Четвертый год обучения у нас как-то он уже вот такой, плавающий. А пятый год так и вовсе мы практически не учились. При этом полноценно устроиться на работу нельзя. Все, что ты делаешь, это теория. Собственно, балаболили языком. И периодически некоторые же пишут, ты как-то так хорошо, складненько говоришь, что этому учился. Какие-то вот, в университете я учился. И, собственно, некоторые предметы мне действительно, видимо, в жизни помогли. Потому что и разговаривать удается, и с людьми я очень быстро нахожу общий контакт. И всему тому, чему меня обучили в университете, в жизни я по чуть-чуть это доприменял. Единственное, не хватало, естественно, практики. Чтобы мы вместо того, чтобы это болтать, нас отправляли бы куда-то там на неделю, на две недели в какие-то рекламные агентства, чтобы ты полноценно там работал. И тогда это было бы вообще реально шикарно. А так, теория это теория. Так вот, подходит к концу мое обучение. Я очень хорошо учился. У меня, в принципе, нету даже ни одной тройки. У меня пятерки, четверки. Если бы было бы чуть меньше четверок, так и вовсе бы вышел на красный диплом. Я вам даже лист свой оценочный выведу на экран. Потому что, ну, когда и кому еще я его покажу, кроме мамы, я его никогда никому не показывал. И вот здесь начинается кульминационный момент. Я заканчиваю университет, я крылен. Мне кажется, блин, я так учусь хорошо, мне все нравится, я все понимаю, во все вникаю. И тут, в один прекрасный момент, я понимаю, что все, задания-то передо мной больше никто не ставит. Если в школе тебе говорили, прочитай там три параграфа, ты прочитал, выполнил задание. В университете тебе не говорят, но тем не менее, какие-то задачи перед тобой ставят. А тут получается так, что ты вроде как без пяти минут дипломированный специалист, А ты не понимаешь, ну вот я вышел из института, и куда мне идти? И вот этот момент мне впервые стало действительно страшно, потому что я понял, что опачки, Передо мной открывается действительно взрослая жизнь. Мои родители меня всегда приучали к труду. Работать я начал с седьмого класса. С седьмого класса я каждое лето работал с десяти часов до трех часов дня. У меня был сокращенный день, я приходил к ним на работу, занимался полной хренью. Типография, листочки перекладывал, какие-то легкие коробки где-то помогал перетащить. То есть, какого-то такого физического тяжелого труда не было, но был такой нудный труд. После девятого-десятого класса и на первом курсе университета я работал курьером. То есть, развозил различную продукцию. Для меня это было очень жестко, потому что иной раз ты приезжаешь, А тебе говорят, типа, а вы на машине? Я говорю, ну какой машине? Нет, я сам. Мне такие коробки ставят, я думаю, как я просто с этими двумя коробками? У меня еще здесь что-то есть? Спуститься в метро, доехать до станции, сесть на электричку, либо на автобус и уехать в Каширу. В этот момент я просто, ну я очень сильно злился и работал, по сути, там за копейки. Но это нормально. То есть, на тот момент меня все устраивало. То есть, там деньги всякарманные были. Я всегда всему был очень рад. А тут заканчиваешь университет и просто не понимаешь, в какую сторону идти. Первым делом, что я сделал, залез, конечно же, в интернет. Нашел пару рекламных агентств. Есть, на самом деле, очень сильные, такие известные агентства. Там, допустим, BBDO рекламные агентства. Это действительно прям мощь. Это крутые, крупные агентства. Но туда попасть очень сложно. Я подумал, ну надо начинать с низов, идти куда-то стажером. Написал в несколько агентств. Мне говорят, да, без проблем, приходи стажером. Я даже сам написал, что готов без оплаты пару недель или месяц поработать. Поймете, если я там толковый. Возьмете уже накладный. Если я дурак, значит скажете мне до свидания, а я пойду делать выводы. И когда мне сказали, что да, без проблем, приходи, устраивайся, будем работать. Я подумал, а зачем мне в этот момент оставаться, допустим, в Москве, идти работать на дядю, когда вот у меня у родителей есть организация, там есть как раз реклама. Приходи, занимайся, развивай. Я об этом сказал маме. Говорю, может быть, я останусь, попробую поработать у вас. Она, естественно, как мама, меня с удовольствием приняла. Я приехал на работу, и первые дни, когда я начал работать, друзья, это было нечто, конечно. Вспоминаю вот так. Ты приезжаешь с университета из Москвы, дипломированный специалист. Тебе рассказывали о том, как нужно проводить рекламные кампании, что вот составляешь, закупаешь там щиты рекламы в газетах. Ну, на тот момент еще. Кстати, да, возвращаясь назад. То, чему нас учили в университете, по окончанию университета, буквально через год-два все эти знания в большей степени стали неактуальны. Потому что все так стремительно развивается, что это просто караул. На сегодняшний день некоторые думают, что, а, вот там, ТикТок, Ютуб, все это хрень, на самом деле вы сами уже, да, в большинстве с вами понимаете, что это действительно будущее, все это вот так вот развивается. И здесь, вот на этих площадках, несмотря на то, что люди кривляются, они зарабатывают денег таких, которые на заводе человек, там, работая в семь смен, с утра до вечера не заработают. Вот вам, пожалуйста, реальность. Соответственно, приехав, я думаю, так, ну что, сейчас начнем качать. Я написал в несколько компаний здесь таких плюс-минус крупных, что, мол, давайте сейчас будем увеличивать ваши доходы, я буду заниматься рекламой, продвижением. Пару человек мне ответил, ну, давайте, предлагайте, что вы хотите. Я говорю, смотрите, мы сейчас закупим рекламу на счетах, в газетах, на радио, будем продвигать ваши сильные стороны. В общем, по ущебнику шел. Один человек мне говорит, ну и сколько это будет стоить? На тот момент это было около 100 тысяч рублей на три месяца. На сегодняшний день это было бы, там, эквивалент, ну, примерно 1300, наверное. Ну, примерно. Когда он услышал сумму в 100 тысяч рублей, он мне просто сказал, пошел ты нахер. Я говорю, почему? Он говорит, я не готов тратить такие деньги, мол, максимум десятку. Я понимаю, что на десятку, да, ничего ты не сделаешь. И вот тут, как бы, знаете, начали рушиться такие мысли, то, чему тебя учили в университете, что вот вы так сделаете, тут предлагаете, там закупаете, и тут тебе провинциальный городочек. Никому ничего нахер не нужно в силу того, что денег больших нет. А те организации, у которых деньги есть, там, какие-то крупные заводы, да у них и без этого все нормально, они работают, там, по всей стране. Вот здесь у нас лейс есть производство, там, корма собачья, чапили какие-то еще там делают. Им зачем реклама? У них все ок, у них эта реклама и так на мировом уровне крутится. Соответственно, что я делал? Первые три месяца я практически не делал ни хрена. Я приходил на работу, и с каждым, с каждым днем на меня накатывала, так называемая, депрессия какая-то, апатия, лень, потому что я не знал, чем мне заняться. У меня были права, я периодически, естественно, работал водителем, что-то отвезти. Для меня это прям было шикарно, когда много чего нужно развозить, я думал, блин, класс. Никогда я там не стеснялся того, что я приезжаю, город-то небольшой, типа, это кто, сын, там, Машковых? А, что, он водителем работает? Я говорю, ну, а почему бы, нет, что, плохо, что ли? Вроде как работаешь и работаешь. Но в тот же самый момент мне было скучно. Я прихожу на работу, для меня вот этот день восьмичасовой, я просто не понимал, чем мне заниматься. Ходишь, слоняешься, периодически я что-то помогал, там, резать, там, собирать стенды, вот, рекламные, то, чем мы занимаемся. Но в целом, честно вам скажу, я прям чувствовал себя очень сильно угнетенным. И угнетение было как раз вот в том плане, что у тебя вроде как желание есть, ты молодой, тебе денег хочется зарабатывать. А ты приходишь и такой, а чего, куда? Вот нету мысли, где заработать, как заработать. А клад мне давали 25 тысяч рублей. То есть эти деньги я отрабатывал путем того, что, опять же, подчеркну, был водителем, что-то куда-то, плюс помощь, ну, так скажем, разнорабочим. Финальная стадия наступила в тот день, когда мне отец предложил колым. Как выглядел этот колым? Мы еще параллельно со всем этим занимаемся в мелкой форме строительством, благоустройством. В каком плане? Например, заборы строим, ставим, как угодно называйте, площадки. В дальнейшем для парковок делали, это уже выигрывали через тендеры. Суть в том, что, он мне говорит, есть заказ, нужно поставить, если не ошибаюсь, около 25 метров забора. То есть он такой, Г-образный идет. Нужно было приехать сломать старый, соответственно, сделать подготовку. Потом приезжает бригада и уже выставляет забор. То есть простыми словами моя задача была чернушная, приехать все нахрен сломать. На тот момент я еще занимался спортом, качался. Я прям так хорошо себя уверенно чувствовал, в том плане, что дури было очень много. Сами понимаете, молодой организм, там энергия перла. И когда мы... За это он мне пообещал дать 5000 рублей. То есть рабочий день, к концу вечера у тебя пятак уже на кармане. Ничего себе, красиво. Я приехал, я на эти заборы накинулся. Он там старый трухлявый. Я его просто вырывал и прям думал, ес, ес, я работаю, я тружусь, зарабатываю. И вот к концу дня, когда все мы сломали, уже приехали ребята, которые начали выставлять колышки. То есть, ну вот уровень там делать. Я сижу и думаю, думаю, пипец, блин, прошло уже три месяца. А это был ориентировочно сентябрь. Потому что закончил я институт, там вот конец июля, июль. Я вот сижу, думаю, ну вот и что я, блин, ни хрена ничем не занимаюсь. На машине езжу, заборы ломаю. Мне никто не звонит, никаких подвижек абсолютно нет. То есть вот просто полная деградация. И в тот момент мне вот прям вот действительно, вот как вот, знаете, вот лампочка загорается с идеей. Мне пришла мысль. У нас на работе была такая услуга для ЖКХ местного. Мы им печатали листовки платежные. Платежки печатали, 20 тысяч тираж был. А с обратной стороны мы могли размещать на них рекламу. Для чего? Для них мы эти платежки отдавали бесплатно. А вот с этих вот, например, с этой рекламы, которую мы размещали, мы зарабатывали денег. И я помню постоянно, у меня так вот на фоне мелькало, что менеджер, который этим занимался, она никогда не могла набрать всех желающих на этот тираж. Для того, чтобы он нам был безубыточный, нужно было как минимум 15 тысяч рекламы собрать. Тогда 20 тысяч листовок от четвертого формата мы могли отпечатать. И я думаю, блин, а почему бы мне этим не заняться? Что я сделал? Я пришел на работу на следующий день, говорю, мам, можно я сделаю так, что я забираю этот проект себе и буду сам находить рекламодателей на него. Все, что нужно за печать листовок, я вам отдаю. Все, что свыше, мое. Она говорит, без проблем. То есть мне нужно было как минимум собрать 15 тысяч рублей. Эту листовку от четвертого я поделил на четыре части. То есть раз, два, три, четыре. И за каждую из них я просил с человека 15 тысяч рублей. Уникальность этого предложения была в том, что почта от ЖКХ, там все они разносят по почтовым ящикам. И такие листовки их не выбрасывают. Потому что это не листовка, а платежка. Человек в любом случае заберет домой. На тот момент еще ходили все платить на почту. Это не было как сейчас, через приложение мобильное. Соответственно, это было стопроцентное попадание в дом. И когда я пошел и начал делать предложение, то есть распечаткоммерческое предложение, приходил, людям рассказывал. Вот, за 15 тысяч вы получаете макет, вы получаете печать, все разносим. Первые четыре человека, которым я предложил, все согласились. И в тот же день я условно получил 60 тысяч рублей. Минус 15 тысяч я отдаю за этот тираж. 45 тысяч рублей у меня осталось на руках чистым. Я прямо вот эти деньги взял, увидел их и просто офигел. Я чуть ли не заплакал от счастья, что ничего себе я сам заработал. Так сам факт еще того, что это было каждый месяц. Каждый месяц я мог зарабатывать. Потом я начал некоторым людям делать скидки, потому что появились постоянные клиенты. Но тем не менее, вот с этого проекта я впервые начал получать дополнительный доход в размере примерно 35-43 тысячи рублей. То есть в первый месяц я прям по 15 тысяч продал. А потом тут же некоторые говорят, давайте на 3 месяца сядем, посчитать со скидочкой. Но вот сам факт того, что 35-45, ну вот в этом диапазоне, еще 25 тысяч рублей оклад. И я просто начал чувствовать себя гораздо шикарнее, потому что в тот момент еще курс доллара был по 32-33 рубля. История эта продолжалась примерно около двух лет. Это, кстати, вот был один из тех доходов, благодаря которому я смог накопить себе тогда на машину, на Мазду 6. Я накопил на нее примерно за два года. Это был не единственный источник дохода. Сейчас я вам расскажу про второй. Но сам факт того, что вот благодаря этому я скопил денег, потому что жил я с родителями. Соответственно, кухня, в плане питания, все мама покупала, там за квартиру все они платили. То есть в этом плане, сами понимаете, с родителями жить кайф. В том плане, что денег особо ты ни на что не тратишь, только на себя, там на гулянки, на путешествия. Периодически я тогда любил куда-нибудь слетать. Так вот, далее. Мы занимаемся рекламой. И тут был один объект у нас в городе. Земельный участок, на который предлагали все повесить баннеры. Раньше к рекламе относились безалаберно. Сами знаете, что везде вешали, никто никак это не контролировал. Это сегодня. Вы вот покатаетесь по Москве, по Московской области. Уже вот буквы объемные появляются. То есть что-то нужно согласовывать. Нельзя просто взять баннер здоровый, повесить вас за него, естественно, оштрафуют. На тот момент никак не регламентировал. Всем было пофигу. И был один у нас объект, земельный участок, прямо в центре города. То есть прямо на въезде в город. На который мне предложил один человек повесить баннер. И мне тогда отец говорит, ты ему продай его в два раза дороже. Место хорошее, повесишь там на забор, да и пусть он висит. То есть бессрочно. И вот когда мы с ним уже начали договариваться, мне опять пришла в голову так вот мысль. Я думаю, блин, слушай, щиты стоят вот три на шесть. Люди их сдают в аренду каждый месяц. Нафига мне один раз ему продавать, когда мне проще поставить тоже щиты и тоже их сдавать в аренду. И прям буквально на следующий день я отправился здесь на одно производство, которое занимается металлоконструкциями. Приехали туда с человеком, сделали замеры. Он мне посчитал все. Изначально я поставил четыре щита. Они были размерами 2,7 на 3 метра. Такой, знаете, городской сити формат. И для красоты я снизу все закрыл забором. То есть в целом на тот момент, на тот момент, это все было очень культурно. Это сегодня, да, понятное дело, что колхоз, это уже все сломали. До этого дойду чуть позже. Факт в том, что когда я все посчитал, получилось так, что я пошел опять по предпринимателям, говорю, вот есть проект. Можно поставить щиты, там будет ваша реклама. Я их продавал сразу на три месяца. Почему на три месяца? Я заложил так, что покупая три месяца сразу, люди сразу оплачат эти конструкции. То есть я за них свои деньги вообще не отдавал. Вот я собрал денег, сразу люди их, получается, купили, но они остаются в собственности у меня. И дальше на четвертый, пятый месяц уже, соответственно, продлеваешь, оплачиваешь аренду. Не нравится, мы снимаем твой баннер, продаем это место другому. Потом дело пошло стремительно. Буквально за два месяца из четырех щитов у меня стало их 10. Там стало 10 щитов. Тоже Г-образно. Вот я вам картину показываю. Там это все было разделено. И, соответственно, с этих щитов я получал еще в месяц чистыми примерно 50 тысяч рублей. На тот момент, в принципе, это я подчеркиваю еще раз, никак не регламентировалось. Была частная земля, полиция, там все ездили. Но никто никаких вопросов не задавал. В дальнейшем уже все стало по-другому. Сейчас расскажу, что таким образом мой доход вот с этих двух проектов начал составлять примерно 120 тысяч рублей с учетом оклада. Но это продлилось прям совсем недолго. Буквально три месяца я получал по 100-120 тысяч. Я был дико счастлив, потому что это были действительно хорошие деньги. Я себе купил тачку, я начал летать, отдыхать. Я как бы начал жить хорошо. Я был очень такой, знаете, как бы комфортно себя ощущал. Я параллельно со всем этим работал, потому что, ну, сами понимаете, сдавать в аренду здесь какого-то особого труда не нужно. Нашел клиента. У меня это получалось очень быстро. Кто-то отказался. Я прям тут же брал газету, начинал прозванивать местных предпринимателей. Говорил, вот, есть место, вы хотите? Они такие, ну, давай попробуем. И выхлоп у кого-то был, у кого-то не было. В целом люди, в общем, эту рекламу покупали. Суть в чем? Тут потихонечку начинает моя сказка рушиться. В каком плане? Первый звоночек пришел с листовок. Мне позвонили ЖКХ и говорят, слушай, тут пришло нововведение. Теперь просто так печатать квитанции в открытом типе нельзя. Потому что появились в тот момент эти конверты. Как вот сейчас нам приносят, да, платежку. Ты его должен скрыть. Только тогда ты увидишь свой счет, свою фамилию и так далее. Посчитали так, что это открытые данные. Нельзя так делать, чтобы они были просто на листке. То есть должно быть запечатано в виде конверта. Соответственно, все это было сделано условно для того, что тут одна, условно, две организации в области есть, которые могут вообще подобное печатать оборудование. И все эти листовки, естественно, ушли к ним. Вся область, там, Москва, ушли там буквально в одну-две организации. И одним прекрасным днем для меня один из источников дохода, который мне приносил на тот момент 35-40 тысяч рублей в месяц, пропал. Просто его нет. В 2015 году весной я как раз завел канал. Я вот уже даже не помню, плюс-минус какие-то в эти годы листовки у меня все пропали. Ну, думаю, ничего страшного. Кредитов у меня тогда никаких не было. Машину я купил за наличку. Живем дальше, есть счеты, и счетами занимаемся, работаем. Ну, и как бы проехали. Естественно, было неприятно. Ну, а что делать? Все, нет и нет дохода. Работу проходит примерно год или, может быть, полтора. И тут начинается второй звоночек в плане того, что появился регламент. Он докатился до Московской области, докатился до Каширы, что взялись за рекламу. На тот момент мы думали, ну, все, капец. Потому что в большинстве, с вами 90% людей всегда покупали дешевые виды наружной рекламы. Это баннеры, какие-то таблички. А тут, согласно нового регламента, обязывали предприниматели на фасады зданий вешать исключительно световые короба, либо объемные буквы. Соответственно, баннеры всем снимали. И поначалу мы думали, ну, нифига себе. Чтобы вы просто понимали, реклама там метр на три на баннеры, это стоит полторы тысячи рублей. Какой-нибудь объемный световой короб таких же форматов будет стоить там 10 тысяч рублей. Может, даже и дороже стоит. Соответственно, все зависит из чего вы будете делать. Буквы это могут быть еще дороже, потому что буквы сами по себе вещь такая недешевая. Вывески там могут быть по 20-30 тысяч, а могут быть по 200-300 тысяч рублей. То есть, все зависит от формата, от размеров, ну, и, собственно, от сложности изготовления. И в тот же момент, естественно, начали цепляться за мои щиты. Мол, какого хрена они здесь стоят, это некрасиво, это баннеры, нужно убирать, либо переделывать. Мне начали предлагать массу вариантов, вот, сделать за стеклом, сделать за тем. И я, в принципе, на все это соглашался. Говорю, да без проблем. Я сделаю все, что угодно. Дайте только четкое понимание, что нужно сделать, и что вы мне дадите разрешение. Разрешение, что я, потратив денег, получу разрешение, и меня никто трогать не будет. Но при этом регулярно прилетали звоночки с администрацией, что нужно убирать, нужно убирать, нужно убирать. И в один прекрасный день приезжал в город губернатор. В общем, все дошло до того, что мне просто говорят то, что, блин, Диман, счетов больше не будет. Либо ломай их сам, либо мы их сломаем сами. Я, естественно, сам ломать не мог, у меня не поднималась рука. И приехали люди, которые все это аккуратно спилили, сломали. Все, тут у меня просто падает доход. Остается, как бы, зарплата в 25 тысяч рублей. И вот вы просто представьте, да, когда вы получали там 100-120 тысяч рублей, потом вы начинаете получать там 70-80 тысяч рублей. И тут, короче, бац, у вас все это падает, у вас остается доход в виде 25 тысяч рублей. Честно вам скажу, я просто был в полном шоке, потому что я не понимал. Я к тому моменту уже привык, что я и деньги откладываю, у меня деньги есть. А тут 25 тысяч рублей. Я думаю, ну как мне вообще жить дальше? Здесь навстречу мне пришла сначала мама. Она говорит, давай сделаем так. Ты работаешь, ты много работаешь. Мы тебе поднимем зарплату, сделаем. А клад у тебя будет 50 тысяч рублей. Ну и плюс ко всему, здесь у меня начали появляться новые колымы. То есть надо где-то искать денег, зарабатывать. Вот эти вот процедуры рекламные, то что согласование вывесок, я начал этим заниматься. Чтобы получить вывеску, да, чтобы повесить вывеску, нужно разрешение. Я начал помогать людям собирать документы, сдавать их. Я брал за это 3 тысячи рублей. Вот что я делал за 3 тысячи рублей? Это нужно было приехать куда-то на объект, снять размеры, сделать дизайн-проект, согласовать его с администрацией. Это было очень сложно. 3 тысячи это было вот пока шире. За область, куда там далеко уезжать, какие-то крупные объекты были, я брал 15 тысяч рублей. Ну 15 тысяч, там тоже и бензин, и дорога, и времени гораздо больше уходило. Здесь я, естественно, начал сталкиваться с администрациями других городов. Если здесь в Кашире уже всех знаешь, уже нормально общаешься, то есть не было никаких коррупционных составляющих, точно говорю. Работали спокойно, как вот есть регламент, так, так, так. Делаем, делаем, все. А по области получалось так, что ты приезжаешь, там вместо, допустим, молодого специалиста сидит женщина 50 лет. И которая в рекламе ровным счетом не знает вообще ни хрена. Она 30 лет отработала там в администрации, она этим гордится. Но она отработала каким-то там кадровиком, кладовщиком, еще где-то. Но к рекламе она не имеет вообще никакого отношения. И вот с такими людьми, естественно, это было, ну, просто вынос мозга, нервов. Очень сложно было о чем-либо договариваться. Стоит с Даневой человеком, он хочет повесить себе вывеску молоко. И он хочет написать его белыми буквами. Они говорят, зачем белыми? Вот поинтереснее было бы желтыми сделать. Я говорю, ну, блин, ну, как бы, вот человек хочет белые буквы. Ну, блин, а нам вот нравятся желтые буквы или красные. Или наоборот, он хочет красные, ему говорят белые. В общем, это была просто целая история, что это было все очень сложно. До того, как мне все это сломали, счеты, листовки, на канале уже было примерно 20 тысяч акционеров. И я помню, в одном из роликов я-то рассказывал, что никогда не буду размещать рекламу. За что мне коренные, скажем так, акционеры это периодически вспоминают. А помнишь, ты орал? Да, помню, я орал, потому что на тот момент я думал, у меня есть доход. Я, в принципе, зарабатываю. Я вообще не думал, что когда-то канал будет разрастаться и что мне он будет денег приносить. Естественно, я как бы, ну, скажем так, не мыслил глобально в отношении Ютьюба. Я думал, ну, играем сейчас, снимаем видосы и все, что их можно будет монетизировать. Я вообще этого не понимал. И тут, когда все вот условно становится хреново, да, ты бегаешь целый день и просто за треху за эту, тут прилетает первый звоночек с Ютьюба. Мне звонит человек, он пишет, точнее, электронную поиск, и говорит, здравствуйте, мы хотим у вас разместить рекламу. И тогда я ему сгоряча говорю, 50 тысяч рублей, и я сделаю вам 4 интеграции за месяц. И первая компания, которая пришла ко мне, это был Юремонт. Соответственно, крутой сервис, в принципе, я посмотрел, думаю, блин, класс. Одна минута, четыре раза, да, четыре минуты мне принесли 50 тысяч рублей. Я был не то, чтобы счастлив, я, короче, начал снова летать в облаках. Я начал понимать, что ес, 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 все классно, жизнь налаживается. Ну, и в дальнейшем получалось так, что я работаю, да, я заматывался постоянно. Есть, вы вспомните, вот я рассказывал, я раньше на Мазде проезжал в год, там, примерно 35-40 тысяч километров. Это еще с учетом того, что мне тогда уже начали периодически давать машины. Некоторые машины мне давали на месяц, я на них там накатывал по 4-5 тысяч кмэ. Соответственно, получалось так, что доходы начали вот так вот. Вот это вот основная работа, а вот это YouTube. И он потихоньку, потихоньку, потихоньку превысил доходы от основной работы. Я потом понимал в целом, что мне нравится заниматься творчеством, мне больше нравится снимать, мне нравится монтировать. И что если я больше времени буду отдавать этому, то я и зарабатываю здесь, буду больше. И больше у меня будет свободного времени, да вообще куда интереснее, круче. Переступил я вот этот порог очень плавно, потому что это произошло в 2018 году. Как сейчас помню, мы прилетели с женой с отдыха. Я начал понимать, что ну все, мы уже сделали ремонт в квартире в Москве. Мы туда полноценно переехали, там живем. Жена со мной работала, она работала дизайнером у нас в типографии. И получалось так, что постепенно, постепенно, постепенно основная работа мне просто стала надоедать. Ну уже неохота было этим заниматься, тем более снимал я обычно ролики после работы, либо в выходные, в будние дни ты работаешь. Зимой, сами понимаете, солнце село к вечеру, что-то там в темноте будешь снимать. Снимали мы поначалу, кто помнит, первые ролики в темноте, там после работы. Блин, ничего не видно, ни хрена, но нормально снимали. И таким образом, вот в восемнадцатом году я постепенно ушел с работы. Это было примерно в мае месяца. Все, я перестал приезжать в Каширу на работу. Дистанционные я еще делишки вел. Родители к этому отнеслись полностью с пониманием. Не было, соответственно, никакого такого, знаешь, предательства, еще чего-то. Потому что родители меня хорошо воспитали. И в целом я им по гроб жизни благодарен. Все вопросы финансовые. Вот я заработал денег, вот у нас были кредиты. Я их прям с большим удовольствием, свои деньги занес там всем банкам, чтобы нас никто не трогал, что все, у нас кредитов нет. Они это ценят. И у нас как бы, ну, любовь, тепло, доброта в доме царит. И желаю того же самого вам, чтобы у вас с родителями было точно так же. Что происходит? Однажды утром я проснулся в мае, когда все, я не работаю. Я что сделал? Я пошел гулять. Я вышел в центр. Я люблю по центру погулять. Вот просто, знаете, друзья, это словами не передать. Когда ты идешь по улице, вот ты последние там пять лет работал, да, постоянно. А тут ты идешь, будний день, понедельник. И ты понимаешь то, что тебе никуда не надо. На душе была полная тревога. Вроде бы есть деньги. Вроде бы там перспективы развития идет. И у тебя все равно какая-то такая тревога на душе. Думаю, блин, ничего себе. В общем, перестроиться вот к этой, скажем так, ютубовской жизни после основной работы было очень тяжело. Ушло примерно месяца три. Вот серьезно, я вообще не понимал, блин, иной раз просыпаешься. Даже страшновато было. Вроде бы что-то получается, но все равно. Потом, потом, это уже был примерно девятнадцатый год. В один прекрасный день мы снимаем там про машины все рассказано. Все идет развитие, аудитория растет, все классно. И тут раз, мне приходит мысль о том, что почему бы не начать людям помогать в покупке новых автомобилей. Как это пришло? Мы снимали, что есть обманы. Я решил то, что надо делать. Я прям утром просыпаюсь, создаю сайт. И как-то вот бац, и все пошло. И все не то, чтобы пошло, все поперло. Потому что на тот момент со всеми дилерами можно было договариваться. Скидки действительно делали. Тем более люди, кто обращался ко мне, им в первую очередь нужна была помощь. Потому что некоторые не знают, как покупать машину с кредитом. Они знают, да, что могут обмануть. Ты снимаешь ролик, абсолютно бесплатно рассказываешь. Вот, друзья, здесь, здесь, здесь могут кинуть. Народ смотрит, говорит, да, все понятно, но лучше я заплачу тебе, помоги мне. И вот это вот начало приносить очень хороший доход. Очень хороший. Соответственно, благодаря этому доходу как раз таки удалось эти кредиты закрыть. Но времени это занимало очень много. Потому что тогда я еще за 20 тысяч рублей приезжал на сделку лично, помогал, все смотрел. На сегодняшний день я делаю чуть иначе. То есть на сделки я, как правило, не выезжаю. Но только лишь потому, что все менеджеры, с которыми я работал, мы уже с ними стали не то, чтобы там друзьями, но очень хорошими товарищами. Соответственно, когда я с ними договариваюсь, если тачка там с косяками, еще с чем-то, они об этом мне сразу говорят. А на тот момент, там приезжаешь, нужно было все смотреть, пересматривать. То есть сейчас же я вот чуть-чуть проще. Ну и, соответственно, я за это денег стал брать тоже чуть-чуть меньше. Вот. И таким образом у меня появился вот такой дополнительный доход. На данный момент, вот сегодня, да, уже получается Новый год наступает. И я почему-то уверен, что в ближайшие там месяц, два, три просадка по продажам у дилеров будет жесткая. Соответственно, тачки начнут сливать. И потихонечку начнем опять помогать людям покупать автомобили в массовом сегменте со скидкой. Потому что часто я зарабатываю на дорогих тачках. Там BMW, Mercedes периодически обращаются, Audi. То есть такой премиум сегмент. А масс-сегмент, там часто люди пишут, Kia K5, да нет на них скидок. Toyota Camry, нету на них скидок. А летом еще были очень хорошие варианты. В общем, таким образом получилось так, что вот я оказался на YouTube. Влился в него. И на сегодняшний день, то есть я вот на 2021 год ставлю себе цели не просто поснимать ролики в таком простом формате. Все-таки если это будут тест-драйвы, будем их перерабатывать, чтобы они были более динамичные, более информативные. Меньше кадров и серий. Там две-три минуты стоишь на одном месте, рассказываешь. То есть больше динамики. Больше будем стараться делать какие-то документальные проекты. Пусть в простом формате, да, легко снятые. Но чтобы они были такие живые, насыщенные по информации. Будем стараться что-то делать. Но опять же, видите, вот у нас как получается. В стране постоянно какая-то угроза надвисает. Вроде бы все хорошо. Сейчас уже говорят о том, что Путин подписал законопроект о блокировке YouTube. Навальный про него видосы снимает. Соответственно, у них там свои конфликты. Коснуться может даже тех, кто к политике отношения имеет. Но здесь даже не буду трогать. Потому что я знаю, что будут те, кто скажет. Ага, вот ты пойдешь на завод. Да без проблем. Пойду не на завод, а буду заниматься продажами тачек. Вот как бы для себя точно принял решение, что если вдруг что, там YouTube закрывается. Ну, значит, буду работать исключительно по продаже, там, подбору автомобилей. И, собственно, вот она такая ситуация. Сегодня у меня дочка, 14 января ей будет 7 месяцев. Впереди у меня стоит квартирный вопрос. Потому что, как вы знаете, это здесь. У меня тут дом, территория. А в Москве у нас однокомнатная квартира, где, собственно, мы проживаем 99% времени. 27 квадратов. С женой на двоих это было просто шикарно. Никогда мы не жаловались. То есть, места было во. Ну, нам хватало реально. Не хватало лишь одного балкона. Если бы еще и балкон был, то вообще красота. Дочь растет, ползает вовсю. Скоро уже ходить начнет. Соответственно, ну, все, финиш. Стимул идет полный, что, как бы, знаешь, в стране жопа непредвиденная. Ну, что делать? Будем что-то придумывать. Будем пытаться выходить из этой ситуации. Соответственно, друзья, вот он вам развернутый ответ. Как я пришел на YouTube и чем я до этого занимался. Из всего этого я хочу пожелать вам в 2021 году три вещи. Первое это здоровье, конечно же. Второе это уют, любовь, чтобы всегда рядом был свой человек. Ну, и третье это, конечно же, деньги. Очень часто кто-то говорит, не в деньгах счастье. Ой, не в деньгах счастье, зачем вы на этом зацикливаетесь. Самое главное, понимание, здоровье. Ну, и так далее. Это да, но когда бабки есть, ты чувствуешь себя гораздо увереннее, гораздо лучше. Посмотрите на некоторых людей, кто проживает там в бедных странах. Или даже вот у нас есть люди, которые, ну, просто бедно проживают. О каком счастье им там можно рассказывать, что оно там не в деньгах. Когда деньги есть, ты можешь себе купить продуктов хороших, одеться, куда-то отдохнуть, съездить. Ну, вообще в целом, ты можешь жить, ты можешь существовать, а не просто сидеть, выживать. Поэтому я надеюсь, что 2021 год будет лучше, чем 2020 для многих из нас, для большинства наших жителей. Будем стараться, будем зарабатывать. По-другому никак. Естественно, под лежачий камень вода не течет. Кто ничего делать не будет, у того ничего и не будет. Все правильно. В общем, друзья, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят свежие новости. Дальше я буду снимать в этом году больше роликов на разные темы, чтобы вам было что посмотреть. Основная задача сделать их не юморными, а именно полезными по информации. Посмотрел, вот что-то полезное для себя довыделил. До новых встреч. Всем пока-пока.